Первый вопрос. Папа Джим, кто вы такой? Я есть то, откуда я, вы, он, она и все остальные пришли. Я есть то. В тот день, когда вы, наконец, испытали просветление, что конкретно происходило? Я был преданным Кришне еще с детства. Кришна даже принимал физическую форму, его можно было видеть, осязать. Тогда я был так к нему привязан. В течение нескольких дней мы находились подле горы, но я был по другую ее сторону. Когда Рамана Махарши спросил, где я был все это время, я сказал, что был по ту сторону горы, пребывая самим собой, и играл с Кришной. «Играл с Кришной?» – переспросил он. – Это очень хорошо. Да, я играл с Кришной, потому что Кришна – мой друг. Видишь ли ты его сейчас? – Нет, сэр, не вижу. То, что появляется, а потом исчезает, нереально, – сказал он. – Остается только сам видящий. Ты видел Кришну, а затем он исчез. Ты остался, видящий не изменился. Он никуда не исчез. А теперь осознавай, кто такой видящий. Это было только слово, но оно сразило меня, и я сам стал этим видящим. Таким видящим, которого уже никто не может увидеть. Да пребудет мир и любовь со всеми существами во Вселенной. Да будет мир. Да будет мир. Ом Шанти Шанти Шанти. Намаскар, намаскар. Добро пожаловать на сатсанг. Среди нас есть друзья, которые впервые присутствуют на сатсанге в Лакнау. Позвольте мне рассказать о том, что здесь происходит. Вы пришли сюда впервые. И то, что здесь произойдет, будет совершенно новым для вас. Так как я не стану предлагать вам какие-либо методы и практики, которые вы уже пробовали. И это совершенно бесплатно. Никто не скажет вам, что есть здесь и сейчас, кроме вашего сердца. Я считаю, что вы не нуждаетесь ни в каком поиске, никакой практики, никакого метода. Когда вы медитируете, главным объектом медитации становится просветление, которого вы надеетесь достичь когда-нибудь. Но кто есть медитирующий? Никто не знает. Вы медитируете над объектом медитации. Но не существует ни объекта, ни субъекта. Существует только то, что есть. И оно находится прямо здесь и сейчас. Я очень счастлив вернуться в свою страну и разносить всюду твое послание, смеясь, танцуя и напевая. Но у меня, папа, есть небольшая проблема. На протяжении всех этих месяцев я не могу понять, о чем оно. Очень хорошо. Это достаточно для тебя, чтобы понять мое послание. Я благословлю вас. И, допустим, напишу послание. Вы его всем прочтете. Вот и будет религиозная книга. Для того и существует религиозная литература. Но я не даю никаких посланий. Принять какое-либо учение — это заблуждение. Учитель ничему не учит. Не существует метода или указанного пути. Чтобы познать себя, не нужно никакого учения. Кто вы есть в действительности. Никто не собирается учить вас. Вам нужно просто осознать, кто вы на самом деле. Прямо сейчас. Прямо здесь и сейчас, в данный момент. Пападжи, люди на Западе постоянно подвергаются бомбардировке духовными наставлениями всевозможных гуру или групп, которые твердят «присоединяйся к нам и будь счастлив». В чем конкретно отличается ваше послание? Почему нужно его услышать? Они советуют людям уничтожить самих себя. Я советую людям отвергать таких учителей и такие наставления. И приехать ко мне. Я дам им хороший совет. Не слушать. Не слушать ничьих советов, в том числе и моих. Будьте самими собой. Прислушайтесь к собственному голосу. Не слушайте ничьих советов, потому что любой совет принадлежит прошлому. Не существует советов для познания самих себя. Поэтому никого не слушайте. Пребывайте в покое. Вот лучший совет. Я дам вам совет. Не думайте и не прилагайте ни малейших усилий. Это мой совет. Если вы последуете ему, то сделайте очень хорошо и для себя, и для всех существ в мире. Значит, следование любому совету, кроме совета хранить покой и идти своим путем, уводит в сторону? Конечно. Конечно, потому что советы принадлежат к прошлому. Многие люди стараются следовать совету пребывать в покое, но у них ничего не получается. Что они делают неправильно? Они прилагают усилия, чтобы достичь внутренней тишины. Поэтому у них ничего не выходит. Не нужно никаких усилий. Не существует никакого объекта в сознании, никакой личности, предмета, концепции, которые вернули бы вам счастье и покой ума. Поэтому я даю такую информацию. Не смотрите туда-сюда. Мир находится внутри вас. Он находится в сердце любого существа. Чтобы пребывать в покое, не смотрите по сторонам. Не позволяйте вашему сознанию ускользать куда-либо, и вы поймете, что это состояние есть мир и счастье само по себе. Это основополагающая истина, и любое в мире существо само по себе есть счастье. Пападжи, я думаю, что большинство людей, пришедших повидать вас, скажут, что вы даете нечто большее, чем информацию. Почти все, кто приходит сюда, испытывают ощущение некой силы и милости, исходящей от вас, и это помогает им осознать, кем они в действительности являются. Как вам это удается? Я указываю им на их внутреннюю сущность, которая представляет собой фонтан блаженства, красоты и любви. Любовь и покой находятся внутри вас. Поэтому я говорю, загляните в себя хотя бы на секунду, и вы не будете чувствовать себя печальным, испуганным. вы увидите, что вы и есть воплощение покоя. Что важнее всего для ищущего, который искренне хочет быть свободен? самая большая вещь для ищущего — это самостоятельный поиск свободы. Только свободы. только свободы. Если вы говорите, что горите жаждой свободы, то этого вполне достаточно. Поддерживайте этот огонь. Он сожжет все. Он сожжет все, что наполняет ваш ум. Вселенная превратится в один большой пожар. Он подобен неукротимому лесному пожару, стихийно возникшему в лесу. Когда одно дерево воспламеняет другое, и огнем уже охвачен весь лес, и в конце концов сам собой он утихает. Берегите этот огонь. Такого огня я не вижу здесь, сейчас, ни в чьих глазах. Я вижу огонь, направленный на обладание вещами. Огонь, обращенный к другим личностям и предметам. Но огонь свободы совсем другой. Он не обжигает. Этот огонь никому не причиняет вреда. Он загорается. Он загорается то здесь, то там. Довольно редко кто обладает таким даром. Поэтому берегите этот огонь и подливайте в него больше бензина. Должны ли мы верить во что-либо, Папа Джи? Верить ли нам, например, в то, что слова Гуру верны, и что мы можем обрести свободу и поверить, наконец, что мы уже свободны? В какое из этих понятий нам верить? Конечно, нужно иметь веру. Веру в себя. В то, что я свободен. Если вам нужна вера, то лучшая вера — это вера в то, что вы уже свободны. Если вы можете верить в то, что вы страдаете, в то, что вы не свободны, то почему бы не поверить в то, что вы свободны? Это я есть, в вас всегда свободно. Когда я говорю, что ваше я уже свободно, то это не значит, что ваше тело свободно. Не путайте одно с другим. Свободно ваше я. Я — это то, что есть. Храните покой и помните, что я есть. Я — то, что я есть. Изображение на экране. Пока действие происходит, мы все временно забываем, что просто наблюдаем изображение цветных огоньков. Фигуры людей кажутся нам реальными, и мы всерьез вовлекаемся в маленькие проблемы повседневности. И временами мы убеждены, что наблюдаем, что картинки не настоящие, что это просто изображение на экране. Когда это происходит, мы подсознательно различаем, что реально, а что нет. Человек, смотрящий из кресла фильм, думает, «Я, смотрящий фильм, реален, а картинки на экране нет». Теперь посмотрим на следующую сцену. Это уже новый фильм. Зритель и фильм, который он смотрит, находятся на одном и том же экране. Зритель, который формально считал себя реальным, теперь так же нереален, как и фильм, который он смотрит. Так что реальны на этой картинке? Что первично? Что остается неизменным среди всех изображений, которые появляются и исчезают? Это экран. Вы сами. Ваша собственная реальность. Это экран, на который проецируются все иллюзорные вещи этого мира. Все картинки на экране, включая формальную личность, за которую вы себя принимаете, обеспечиваются экраном вашего «я». Когда вы осознаете, что вы — основа, экран, а не образы, которые появляются на нем, тогда вы свободны. Если в фильме огонь, он не обожжет экран. Если там вода, экран не промокнет. Когда вы откроете для себя, кто вы есть на самом деле, когда вы осознаете, что вы сами — это экран сознания, а не картинки, возникающие на нем, вы будете неприкосновенны, несокрушимы. Вы будете свободны. Папа, вы говорите о свободе. Что есть свобода? Свобода. Свобода. Ловушка. Рабство. Потому что человек, который порабощен своим долгом перед чем-то, не свободен. он в тюрьме. Он думает, что кто-то извне свободен, и это огорчает его. Вы зависите от вашего окружения, от учителей, от священников, говорящих, «Придите ко мне, я сделаю вас свободными». «Придите и найдете отдохновение». Это еще одна ловушка. От одной ловушки к другой, и вы попадаете в ловушку свободы. вы должны быть вне этих ловушек, потому что это концепция. Сначала была концепция рабства, теперь концепция любви. избавьтесь от всех концепций, и тогда то, что останется, и будете вы. что такое просветление. Просветление — это знание как таковое. знание как таковое. Имеется в виду не знание личностей, предметов, идей. Это чистое знание, только знание. Не должно быть никаких представлений о прошлом, будущем, даже о настоящем. не могу представить себе состояние без представлений. Это и называется рабством. Это и называется страданием. Это называется самсарой. Если я вам скажу, прекратите иметь представление о чем бы то ни было, о чем бы то ни было. Прекратите прямо сейчас. Представление порождается образами, а все образы принадлежат прошлому. Не надо вспоминать прошлое и не заглядывайте в будущее. И тогда все представления исчезнут. Образы не существуют отдельно от вашего ума. Ум есть прошлое. Папа Джи, Папа Джи, вы говорите, что просветление это то, что очень легко достичь. Однако, вы также говорили, что людей, которые обрели себя, можно пересчитать по пальцам. Если это так легко, то почему тогда это удается столь немногим? это легко, потому что вам ничего не нужно для этого делать. Вам не надо никуда идти. Надо просто сохранять покой ума. Поэтому обрести свободу очень легко. Но это может оказаться сложным из-за вовлеченности. Сложно отказаться от привязанности к вещам. Но свобода легка. Избавиться от своих представлений и отношений к вещам может быть трудно, но когда вам это удается, прошлое, настоящее и будущее становится одним. Существует много разновидностей медитации, и многие из них основаны на созерцании объектов, концентрации на дыхании или наблюдении за появлением и исчезновением мыслей. Что же такое медитация? То, о чем вы говорите, не медитация, а концентрация. Не медитация. Вы говорите о концентрации. Медитация означает отсутствие концентрации на каком-либо объекте. Это называется медитацией. Медитация означает не иметь в уме ни единого объекта из прошлого и вообще не использовать ум. Это называется медитацией. Когда работает ум, то это концентрация, потому что ум всегда привязан к какому-то объекту из прошлого. Настройте ум на его источник. Это называется поиском. Настройтесь на источник. Позвольте уму впервые увидеть свой источник. Что есть ум? Это мысль. Что есть мысль? Это я. Позвольте этому я увидеть свой источник. Когда я видит свой источник, это называется поиском. Когда я видит то, что оно ищет, это как зеркало, которое отражается в другом зеркале. Когда вы берете зеркало, вы видите отражение своего лица. Когда вы убираете зеркало, куда девается отражение? Возвращается назад на ваше лицо. Это я берет начало в своем источнике, которое отражается в уме. ум отражается в чувствах, чувства в теле. Тело в ощущениях, а ощущения в объектах. Такова Вселенная. Назовем это способом Рамана Махарши уничтожить корень ума. Все остальные учения и практики основаны на использовании ума. Результат может проявиться на ментальном уровне, как, например, в йоге или на физическом уровне. В нашем случае это уничтожение самого корня ума. Немедленно. в одно мгновение. Так что ума больше не существует. Итак, когда я поворачивается лицом к своему источнику, отражение я возвращается туда, откуда оно возникло. Оно становится тем, что есть. И тогда поиск заканчивается и человек понимает, это же я, я свободен, я был таким свободным всегда. Просветление это наилегчайшая вещь в мире. Так говорит книга знаний. Потому что вам не нужно ничего делать. Не надо идти куда-нибудь. Это здесь и сейчас. Каждый говорит, это было так легко. Я просто не знал. Никто не сказал мне. Дорогой Пападжи, дорогой Пападжи, лет пять назад я несколько раз испытал то, что можно назвать озарением. Что именно вы называете озарением? Я занимался медитацией около трех месяцев. в один прекрасный день, когда я смотрел на облака и размышлял о пустоте, кто-то произнес какое-то слово, и все вокруг меня словно остановилось. и я начал смеяться, 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 как если бы я был в полной истерике. И ничего больше не имело значения. Я как будто вернулся домой. Так длилось какое-то время, потом это прошло. Это происходило со мной несколько раз. Этого вполне достаточно. Я знаю, что вы ощущали. Если бы вы тогда же встретились с учителем, этот опыт мог бы стать окончательным просветлением. Пока учитель не проверит ваше понимание, пока он не объяснит вам суть, вы можете неправильно использовать свой опыт и даже отбросить его по ошибке. Пападжи, чтобы преуспеть, необходимо ли иметь учителя, который духовно себя реализовал? Обязательно. Но как же иначе можно понять, что вы на правильном пути? Пападжи, многие люди на Западе тратят много времени на поиски реализованного учителя. Какой совет вы дадите им? Как вести поиск просветленной личности? Нельзя найти правильного учителя, если пытаться увидеть его глазами. Используя органы чувств, невозможно найти учителя, потому что учитель находится за пределами чувств и суждений. он невидим. Если вы чувствуете, что разум спокоен, чувствуете счастье и мир, то это и есть признак того, что настоящий учитель рядом с вами. Только те люди, которые безгранично преданы свободе, могут это почувствовать. когда вы идете к учителю, храните покой, не надо задавать никаких вопросов и ждать на них ответы. Просто сидите спокойно и чувствуйте, спокойно ли ваш разум или нет. если да, то тогда вы можете ожидать от этого человека, что он чему-то вас научит, что рядом с ним вообще стоит находиться. Если вы слишком интенсивно ищите свободу и не находите ее, то тогда свобода из сострадания принимает физическую форму, чтобы говорить с вами вашим собственным языком, чтобы вы могли понять, что такое свобода, и затем она учит «Я это вы и есть». И свобода входит в вас и становится вами. В этом заключается роль учителя указать вам «Я это вы сами». «Я это то». Иногда какой-нибудь учитель может сказать вам, что вы сами по себе. Не слушайте его. Это становится учителем, чтобы сказать вам, что вы есть это. И тогда вы видите, что вы и учитель едины. всем, кто приходит к вам, вы советуете отыскать себя. Для чего это нужно? Что побуждает вас делать это? Мое собственное счастье, потому что люди спят и страдают, хотя сокровище находится в них самих. вот кольцом. Не правда ли? Сантиметр в диаметре. Это диаметр. Оно круглой формы. Сделано оно вот для такой цели. называется кольцо. Форма круглая, чтобы надевать на палец. Что вы еще видите? То есть чего оно сделано? Оно из золота. Это лавка индийского ювелира. Женщина, который надоело носить много лет подряд одно и то же украшение из золота на руке, решила, что ей хочется чего-то нового. Вместо того, чтобы покупать новое украшение, которое она могла бы добавить в свою коллекцию, она решает в соответствии с местным обычаем расплавить старое украшение и обновить его, придав другие очертания. золота плавится и меняет форму, что остается тем же самым? А что меняется? в конце Различные предметы, сделанные из золота, такие как кольцо или браслет, не теряют своей истинной природы золота, если меняют свою форму. Меняются лишь названия и очертания. Когда вы смотрите на произведение ювелира, то видите форму и называете это кольцом, браслетом, цепью или ожерельем. Золото, природная суть материала, опускается из виду. Оглянитесь вокруг, на свое собственное тело, на названия и формы предметов людей вокруг вас. Помните, что форма, личность, за которую вы себя принимаете, это только внешность. Но ваша суть, ваша истинная природа, неизменна. Сознание — это океан. И только ваша высокомерие отделяет вас от него. Вы как пузырек, плавающий на поверхности озера, который думает, я независим, я могу передвигаться, а озеро мертвом. Оно не может передвигаться. Оно неподвижно. Я красивый, у меня есть своя собственная палатка, мое пристанище, моя форма, мое имя. Я могу отправиться, куда пожелаю. Но когда пузырек лопнет, что случится? Он снова станет озером. Он и не знает, что всегда был озером, частью озера. И хотя у него было другое имя, это отличие, это отделение от целого озера является высокомерием. Когда-нибудь пузырек лопнет, если бы он знал, что он и есть озеро, что он состоит из той же самой воды, что и озера, то он мог бы какое-то время просто наслаждаться своей формой и именем. Итак, все дело в высокомерии, в отделении себя от своего сознания. Вот почему мы иногда страдаем. Когда мы осознаем, что мы и есть сознание, мы больше никогда не будем страдать. Я узнаю вас сияющим ярко в моем сердце. Все мои вопросы нашли ответы. Это так прекрасно. Теперь я тону в самости, в истинном я, в любви, без объекта любви. Ничто не может беспокоить меня. Ничего не нужно делать. Теперь я понимаю истинную ценность этой сверкающей жемчужины. Какое сокровище! Забавно, но она всегда была здесь. Я просто не узнавал ее. Моя любовь вернулась сама к себе. Спасибо вам. Ом. Чье это письмо? Идите сюда. Я никогда раньше не читал письма, в которых было бы написано «Я утонул в самости». Кто-нибудь когда-нибудь получал такие письма? Никто. Можно утонуть в реке или в океане. Один мой друг утонул в океане. Но я впервые слышу, чтобы кто-то утонул в самости. И теперь вы наслаждаетесь. «Какое прекрасное утопление!» Теперь вы наслаждаетесь. «Такое облегчение быть. Страдания ушли, растворились. Я чувствую любовь ко всему. Спасибо вам. Если в вашей стране вы будете так смеяться, что тогда будет? Меня куда-нибудь упрячут подальше. Смеяться не разрешено. Вы этого не знаете. Я был в Берлине во время путешествия и прогуливался там ночью. Ну, знаете, как говорят, «ночь в Берлине, вечер в Париже». Было больше десяти часов вечера, когда я гулял. И там одна девушка буквально говорить не могла, как хохотала. Очень юная. Она очень мне нравилась. очень сильно смеялась. И тут же подъехала полицейская машина. Из нее вышли двое полицейских и запихнули ее в машину. И уехали. Я не знаю, почему они это сделали. Она просто гуляла в парке, никому не мешала. Я спросил одну свою знакомую, которая сама из Германии, почему ее забрали. Она ответила, потому что она слишком громко смеялась. «А вы сами-то откуда?» «А я как раз из Германии». «Вы споете нам свою песню?» «Вспойте, пожалуйста. Да, сейчас спою». Это был долгий-долгий поиск. Я трудился, как собака. Когда человек смеется, у него нет ничего на уме, никаких мыслей, никаких проблем, никаких страданий. Значит, пока есть смех, ум отключен? Да, никакого ума во время смеха. Попробуйте сами. Люди обычно не смеются, они озабочены мыслями и выглядят очень серьезными. У них множество проблем, потому что для каждой проблемы и страданий нужен ум. Именно ум страдает, поэтому, когда вы смеетесь, то все проблемы свои высмеиваются вон. Они уходят, убегают, улетают. Значит, смех, реакция, отсутствие боли и страдания ума? И все наши ментальные проблемы уходят, и спонтанно возникает смех? Конечно. Только человек, который избавился от всех своих проблем, смеется и танцует. Смеяться и танцевать, больше ему ничего не нужно. Один святой жил на вершине горы, и вот однажды ночью, в полночь, он вдруг начал хохотать без остановки. Люди в деревне проснулись, что случилось с монахом? Поднялись на гору и спросили у него, что случилось. О, смотрите, 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 там облако, сказал он. Многие люди видели облако, но смеялся только один человек. Все, что он видел, веселило его, потому что он стал тем. Вот облако, за ним луна, и этого достаточно, чтобы смеяться. Когда вы видите мир, Папа Джи, то над ним смеетесь? Вы воспринимаете мир как одну большую шутку? Я только и делаю, что шучу. Я никогда не читаю и не изучаю сутры. Просто смеюсь над любыми сутрами. Я могу только шутить. Папа Джи, помогите мне понять природу служения. Природа служения. Природа служения. Да я и сам не понимаю, что вы хотите понять в природе служения. Не понимаю. Я не понимаю природу. Что такое природа служения? Что вы имеете в виду? Потому что если это служение, то что тут понимать? У вас должна быть какая-то личная заинтересованность в служении. Только тогда вам нужно что-то понять. Я не говорю, что вот я служу вам. Это стало бы миссионерством, как если вы, например, заявляете, что помогаете бедным. Обычно, если служение происходит, значит, в нем есть какая-то личная заинтересованность. Лучшее служение — это приносить людям просветление, избавить их от иллюзий, чтобы они перестали страдать. Это лучшее, что вы можете сделать. И это можно сделать, только не имея личной заинтересованности. Ничего не получится, если есть личная заинтересованность. Кто есть эти другие, кому вы собираетесь служить? Все они — часть вас. Все являются одним. Почему вы отделяете одно от другого? Все существа, люди, животные, птицы, растения, камни — это все вместе вы. Воспринимайте все это как свое «я». Как прекрасно было бы, если бы все вы всегда делали так. Если мы будем так делать, что мы потеряем? Тогда будет мир среди нас и во всей Вселенной. Тогда не станет границ, мы перестанем сражаться. Некая сила велит вам проводить сатсанг, не правда ли? Да, это то же самое, когда я собираюсь пить, я говорю себе, «Пунджиджи, возьми стакан». «Да, сэр, я взял». «Пунджиджи, поднеси карту, подношу». «Пей, пью». «Об этой силе вы говорите?» «Нет никакой разницы. Это все я. Люди, которые приходят ко мне, не являются другими. Это все мое, рука моя. Желудок мой, потребность тоже моя. Ну где же здесь другие? Кто есть другие? Кто-то пребывает в невежестве? Не верю. Какая-то часть хочет быть свободной? Не верю. Кто-то не свободен? Не верю. Они разыгрывают меня, говоря, «Я не свободен, порабощен». Я тоже шучу, когда говорю, «Нет, ты не порабощен, ты свободен». «А это занимает много времени?» «Нет, это происходит в одно мгновение. Я воспринимаю все это как шутку». «Я не свободен?» Это тоже шутка. «Я не вижу ни цепей на них, ни тюремщиков, ни тюрьмы». «Ну что это за тюрьма, которой нет?» «Просто все вокруг». «Это большая шутка». «И я наслаждаюсь этой шуткой». «Значит, когда вы смотрите на людей в сатсанге, вы видите только просветленных людей, которые притворяются непросветленными?» «О, это трудный вопрос, но мне придется отвечать, потому что я отвечаю на любые вопросы. Прежде всего, я смотрю на них и даю им место в своем сердце, в моем сердце, так же, как любящие помещают своих возлюбленных в свои сердца. Я открыт здесь и сейчас. Вы находитесь в моем сердце, и мы будем говорить друг с другом. Вы не отдельно от меня, вы в моем сердце. Так давайте поговорим. Будем говорить, как на сцене. Будем просто говорить. «Когда вы смотрите на людей, пришедших к вам, и говорящих, «Папа, Джи, я страдаю», вы страдаете? А когда они пробуждаются, вы радуетесь?» «Я сострадаю, потому что кто есть эти другие? Чем они отличаются от меня? Я сострадаю всем живым существам, которые страдают, которые спят. Я только говорю им, «Проснитесь, мои дорогие друзья, дорогие дети, проснитесь, страдания не существуют, есть всего лишь проекция нашего ума, и то, что проецируется, это страдания, это сон. Очнитесь от сна, и все страдания закончатся». То, что происходит на сатсанге, Папа Джи, идет от вас, через вас, или оно просто есть. Оно приходит из милости. Благодать порождается только благодатью. Волны приходят из океана, а благодать из океана благодати. Нет способа, нет иного пути увидеть меня. Только благодаря моей милости. только благодаря моей милости вы увидите меня, а не с помощью какой-либо деятельности. Только благодать позволяет сделать это. как увидеть солнце, его восход. Ведь не с помощью свечей, просто смотреть на то, откуда исходят лучи. Они исходят от солнца. Благодаря лучам вы можете видеть солнце. И никак иначе. Эти лучи и есть милость, самая прекрасная вещь на свете. Милость — это Бог. Как можно утратить благодать? Сияние солнца — вот благодать. Свет луны, твердость камня, нежность цветка, течение реки, движение воздуха, волнение океана. Что это? То, что движет воздух, не является движением. То, что вздымает волны в океане, не есть сама волна. Это. 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 Это и есть основная тайна. Да, это тайна. И эта таинственность называется милостью. Разницы нет. Называйте это тайной. Тайна, означающая секрет. Секрет, объяснить который вы не сможете мне. Это очень секрет, что вы не сможете мне сказать, потому что, когда я вызвал вас на это место, вы ничего не сказали мне. А если это не секрет, то откройте мне его, потому что последние 60 лет я стараюсь разгадать эту тайну. Я не могу раскрыть этот секрет. Я старый человек, а вы молоды. Пожалуйста, расскажите мне. Я хочу увидеть это лицом к лицу. Я хочу поцеловать его. Я хочу поцеловать ее. Потому что на этой планете я нигде не встречал такой красоты. Потому что я влюблен в того, кого я никогда не видел. Я не могу. Последний вопрос, Папа Джи. Все свою жизнь вы стараетесь выразить свой собственный опыт просветления. Вы не могли бы сделать для нас еще одну попытку? Кто вы? Что вы? В чем заключается ваш опыт? Самый простой ответ «Я — это вы сами». И это правда. Что было бы, если бы «я» был только самим собой? «Я» — это вы, и «я» — это все существа, которые есть и которые будут существовать. Не могли бы вы посмотреть несколько секунд в камеру, Папа Джи? Мы хотим попросить вас устроить Даршан людям, смотрящим на вас. Вы можете им улыбнуться? С кем я разговариваю? Я вижу собственное отражение. Что я могу сказать? «Кто ты?» «Кто ты?» «Кто ты?» «Я есть...» «Ты что, не понимаешь, Папа Джи?» «О, а я и забыл» «А сейчас что я вижу?» «Без начала, без конца» «Да!» Субтитры сделал DimaTorzok